и снова всем привет с вами канал android software и сегодня у нас на обзоре будет bluetooth колонка вайс тайгер бит бум f10c основной особенностью данной модели является хорошая влагозащита по стандарту ipx 7 но помимо этого у нее довольно сбалансированное питание есть режим твс благодаря которому можно синхронизировать две колонки и развести каналы подальше еще есть подсветка динамиков и полос на корпусе но это уже вопрос вкуса и при желании подсветка легко отключается заявленная максимальная мощность составляет 25 ватт а автономность до 24 часов что выглядит не очень правдоподобно также на борту присутствует bluetooth версии 5.3 это дает стабильное соединение на расстоянии до 30 метров предотвращает задержки и зависания во время воспроизведения музыки и так приступим к обзору поставляется устройство в простой картонной коробке которая немного пострадала во время доставки на лицевой стороне изображено само устройство бренд а также указан основное достоинство в виде пиктограмм на тыльной стороне коробки имеется более полная информация характеристиках изображенная также в виде пиктограмм давайте достанем все содержимое коробки и так тут у нас есть иллюстрированная инструкция по настройке устройства также здесь указаны основные характеристики гаджета далее в небольшом пакете находится тайп си кабель для зарядки колонки и темляк который крепится к колонке и последнее что у нас осталось это сама bluetooth колонка вайс тайгер бит бума в 10 си упакованная в белый пакет давайте рассмотрим ее более детально длина устройства составляет около двухсот двадцати миллиметров а ширина около семидесяти пяти миллиметров вес устройства составляет примерно 545 грамм данную колонку можно приобрести в различных цветовых решениях себе я выбрал классический черный цвет весь корпус обтянут синтетическим плетеным материалом довольно неплохого качества задней части устройства находится выступ под темляк и резиновая заглушка разъемов резинка массивная ее толщина впечатляет под ней спрятаны порт тайп си и аукс в нижней части имеются мягкие ножки предотвращающие дребезг и ползание по поверхности тут же в нижней части под плетеным материалом находится пассивный излучатель или по-другому сабвуфер на лицевой стороне имеется логотип вайс тайгер также тут все под тем же плетеным материалом расположились два динамика с подсветкой а также подсветка полос на корпусе еще тут есть различные индикаторы а именно индикатор состояния подключения и уровня заряда батареи элементы управления нанесены на верхней части сами кнопки дополнительно прикрыты резиновым уплотнителем так что нажимаются с усилием давайте пробежимся по ним первая кнопка в виде звездочки отвечает за переключение режимов подсветки однократное нажатие включает подсветку динамиков которая будет мигать в такт музыки второе нажатие включает подсветку полос на корпусе эта подсветка также светит в такт музыки третье нажатие включает обе эти подсветки одновременно а четвертое нажатие отключает подсветку кнопка со знаком минус отвечает за переключение на предыдущий трек и понижение громкости. Следующая кнопка в виде треугольника позволяет ставить трек на паузу и продолжать воспроизведение. Также она позволяет ответить на входящий звонок и завершить его, так как в колонке имеется для этого микрофон. Если нажать и удерживать эту кнопку, то можно включить или отключить блютус. А быстрое двойное нажатие включает режим ТВС. Следующая кнопка со знаком плюс отвечает за переключение на следующий трек и повышение громкости. И последняя кнопка при долгом удержании включает либо отключает устройство. А при быстром однократном нажатии показывает индикатор заряда аккумулятора на лицевой стороне устройства. К телефону колонка подключается без проблем. Кодек выбрать нельзя, но есть функциональность гарнитуры, значит микрофон имеется и можно использовать колонку в качестве устройства громкой связи. Мне звучание колонок описывать еще сложнее, чем наушников. Но с уверенностью можно сказать, что оно тут ровнее, чем у дешевых колонок, с которыми летом ходят подростки. Нет бубнижа и дребезга даже на максимальной громкости, но чем выше ползунок, тем больше выпирает середина и верхние частоты. А еще из-за того, что пассивный излучатель находится в нижней части, корпус от басов резонирует. Но благодаря наличию мягких ножек устройство не ползает по столу даже в басовых композициях. Если устройство не воспроизводит музыку в течение примерно 10 минут, оно автоматически выключается для экономии заряда аккумулятора. И это тоже очень нужная функция. В устройстве установлен аккумулятор емкостью на 4000 мАч. Производитель обещает до 24 часов воспроизведения, но до – понятие растяжимое, так что я произвел полноценное измерение. И при полном заряде на средней громкости аккумулятор продержался около 12 часов. Так что есть вероятность, что в минимуме около 20 должен выдержать. Причем 50% уровня – это довольно громко. Пришлось закрывать ее через две комнаты, чтобы не мешало. В описании указан класс защиты IPX7. Я не думаю, что кому-то может понадобиться слушать музыку под водой, но хороший запас точно не помешает, чтобы не бояться дождя, даже если он будет проливным. Но мы с вами пойдем дальше и погрузим колонку полностью под воду. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 И как мы видим, после этих испытаний колонка по-прежнему продолжает работать. Итак, давайте подведем итоги. Колонка Vice Tiger Beat Boom F10C выглядит необычно. Хорошо, что производители сделали отключаемыми оба типа подсветки. За звук сложно что-то говорить, так как вкусы у всех разные, но по крайней мере нет завала в сторону высоких или низких частот. Так что пользователь с помощью эквалайзера сам сможет настроить баланс в зависимости от своих предпочтений. Громкость для такого компактного корпуса приличная, но насчет 25 ватт у меня сомнения, хотя может просто я не понимаю, как производитель ее считает. Благодаря двум динамикам и сабвуферу эта колонка прекрасно справляется с музыкой разных жанров и стилей. Ее предназначение в создании атмосферы и прекрасного настроения на встречи с друзьями, спортивной площадке, тренировке или просто загородном пикнике. Автономность отличная. На аккумуляторе не сэкономили. Так что 12 часов на средней громкости колонка вытягивает. Причем в качестве фона в небольшом помещении этого уровня будет хватать с избытком. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Если данное видео вам понравилось обязательно поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на мои каналы на YouTube, Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Рутуб и Телеграм. А я на этом с вами прощаюсь и всем до новых встреч.